Вокзальная дамба 14. Первая в этом году новостройка, в которую переселили уссурицев из аварийного жилья. По муниципальной программе администрация округа приобрела здесь 20 из 36 квартир. Двух- и трехкомнатное помещение площадью от 49 до 74 квадратных метров. Алла Ботева стала одной из тех, кому в сентябре вручили ключи. Сегодня для меня радостный день. Сегодня нам вручили ключи от квартир, от новых квартир. Квартиры очень хорошие, мы смотрели их. Очень понравилось. Три комнаты, большие, все отделка. Короче, заходи из жизни. Эту девятиэтажку возводили 7 месяцев. Дом оборудовали подъемной платформой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Детская площадка и парковка также сделаны в первую очередь для комфортной жизни владельцев квартир. Благоустроенный двор получили и новоселы из Арсеньева 33В. Ирина Кравчук стала одной из 47 счастливых обладателей новых квадратных метров. Ждали, ждали, ждали. И вот, наконец, дождались. Нет, мы счастливы. Дом хороший, дом красивый. Нам очень нравится. Изумительный домик. Нет, правда, дом очень хороший. Были, нам очень понравилось. Трехкомнатная квартира, второй этаж, 27-я квартира. Увод на день рождения внуку, 27-го день рождения у внука, 27-я квартира на шестилетие внуку. Подарок внуку. Жилые помещения достались владельцам уже с ремонтом. Внутри натяжные потолки, сантехника, титаны и электроплиты. С отделкой под ключ передали 26 квартир участникам программы по переселению из аварийного жилья а также на Бирюково, 7 и Зои Космодемьянской, 8. Чтобы маломинные группы имели доступ в квартиры в другом этаже. Получается, на улице Пандус, здесь вот такой подъемник, потому что здесь специфическая серия такая вот с этими струбями. А тут уже он внук. 75 квартир администрация округа приобрела в новостройке на Новонекольском проезде 12. Из них 50 – однокомнатные, небольшой площади. Таким образом, в этом году, чтобы переселить Уссурицев из аварийного жилфонда, администрация округа приобрела 166 квартир в пяти многоэтажках, которые обошлись в более чем 124 миллиона рублей. 98% этих средств пришло из федерального бюджета. Региональный и местный покрыли остальную часть расходов. Уссурийский городсов у нас лидер по переселению из аварийного жилья. Мы больше всех переселяем в края. В этом году мы переселили 166 семей. В следующем году мы переселим еще около 800 семей. И этим мы закончим второй этап переселения, который должен был закончиться в 2024. По предложению президента и нашего губернатора, мы его заканчиваем на два года раньше, в 2022. И уже в 2023 начинаем третий этап. Нам останется расселить около 120 домов. Новые дома должны возвести до 30 сентября 2022. Это значит, что порядка тысячи семей получат квартиры. В рамках муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилья до 2025 года планируется расселить 138 аварийных зданий. В общей сложности это 929 помещений, где проживают свыше 2000 человек. Общая сумма финансирования за пять лет больше двух миллиардов рублей. Марина Роман, Телемикс.